Добрый вечер, я хотел бы поговорить с Ивановой Ольгой Ивановной, которая может назначить лечение грибами от рака. В грибной аптеке переполох. Нам говорят, что врач Иванова сегодня не работает и вроде как никого не лечит. Это не лечение, а как бы сопутствующее. На самом деле в аптеке на Хорошевском шоссе у фунготерапевта, так называют себя те, кто пользует пациентов грибами, даже есть отдельный кабинет. Вот грибной врач Ольга Ивановна Иванова, не моргнув глазом, выписывает рецепт. Что касается бабушки, значит у неё рак молочный? Рак молочный, да. Сколько лет бабушке? 89. Так, 3 месяца первый курс. Капсулы с экстрактом шиитаки и весёлки. Три раза в день после еды. Цена одной упаковки – 1000 рублей. В центре фунготерапии, которому и принадлежит сеть грибных аптек, услышав о дистанционном лечении, делают удивлённые глаза. Я прямо назначила лечение. Такого быть не может, потому что она должна была посмотреть все документы, которые от онкологии. Я говорю, есть рецепт выписан ей на банке. Она не имела права это сделать, она должна была посмотреть документы. Ну, она выписала мне капсулы. Значит, она будет уволена. Впрочем, саму идею лечить онкологию грибами директор центра не отвергает. Ирина Филиппова представляется учёным и чуть ли не главным в мире исследователем полезных свойств шляпок и ножек. Есть структура под руководством бывшей журналистки Филипповой. Я всё время в ряд её книг просматривал, даже рецензии писал абсолютно безграмотности с точки зрения микологии, знаний фармацевтики. Но молва о чудодейственных грибах уже пошла в народ. Меня тётка, которую выписали из больницы, сказав сыну, что пора гроб заказывать, ей помогла весёлка. Вот, на мой взгляд, самый действенный гриб. Сама Ирина Чуприна заказывает у Филипповой исключительно мухоморы. Козы страдают, грубо говоря, поносами, а мухоморы снимают поносы за несколько часов. Настоящее открытие фунготерапии – это кардицепс, что называется мумиё 21 века. Гриб, паразитирующий на гусеницах. В Китае работает целая индустрия по извлечению ценного вещества из сушёных насекомых. В Москве элитное снадобье может стоить десятки тысяч. Рак, саркома, меланом, алейкуш – это экстракт уже, вытяжка из, ну, как бы, намного более эффективной. У людей из власти, из политики, из большого бизнеса всегда есть две проблемы. Это нервяк и общее сложное физиологическое состояние. Вот две вещи, которые их из этого вытаскивают. Врачи-онкологи, услышав о лечении рака кардицепсом и весёлкой, лишь грустно улыбаются. Говорить о том, что кардицепс или масло с весёлкой, или любой другой препарат, который не прошёл эти клинические испытания, говорить о том, что у него может быть хоть какая-то противоопухолевая эффективность – это безответственное заявление. Точно таким же образом можно сказать, что глазированный сырок обладает противоопухолевой активностью. Потому что, может быть, что-то, что входит в состав глазированного сырка, возможно, помогает от злокачественных опухолей. В лучшем случае фунготерапия может существенно облегчить ваш кошелёк. В худшем – вызвать токсическое повреждение печени и почек. Но самое главное – лечение грибами лишь отнимает у тяжело больных людей драгоценное время. Денис Воскресеньев.